Донецкая Народная Республика Телевизионная группа канала «Новороссия» совместно с правозащитной общественной организацией «Справедливость» прибыли в Дебальцево, чтобы официально засвидетельствовать случаи зверств по отношению к жителям Донбасса со стороны солдат батальона национальной гвардии. Этот один остался, его нашли ребята, которые отбивали, а двоих куда они, может, они с собой их забрали. Мы в подвале были, черт его знает, куда они. Такие вот дела. Вот что я видел, что угадали. Руины, обескровленные жители, тела с признаками издевательств оккупантов над ними. Мира и благополучия нет в списке того, что солдаты ВСУ принесли на донбасские земли. Правозащитная организация «Справедливость» прибыла в город Дебальцево для того, чтобы постараться зафиксировать по, что называется, горячим следам факты нарушения прав свобод человека. Наша мониторинговая команда пообщалась с местным населением. Мы поговорили с представителями полиции, с представителями МЧС. Обнаружено колоссальнейшее количество вопиющих фактов нарушения прав человека и зверств. Одним из них я могу сказать, что вот обнаружено, и мы задокументировали то, как были приняты в плен трое полченцев. И в конечном итоге двое из них были увезены в неизвестном направлении. Один из них убит. Со связанными руками труп обнаружен во дворе частного дома. Свидетели и проживающие там лица нам рассказали, пояснили, и мы это все зафиксировали письменно. Люди готовы сотрудничать, готовы рассказывать о том, что им известно. Готовы рассказывать правду, что здесь происходит в Дебальцево и каким образом происходили эти зверства. Власти ДНР предпринимают все необходимые меры по налаживанию в городе гуманитарной обстановки. Ремонту коммуникаций и обеспечением всем необходимым пострадавших жителей Дебальцево. Свойственные для украинской стороны манеры разговоры о контроле города и эвакуации жителей, а также солдат ВСО остались только словами. Бывший блокпост солдат вооруженных сил Украины на подъезде к городу Дебальцево. В самом Дебальцево картина еще ужаснее. И вы можете сами судить о том, по чьим контролям находится сейчас этот город и где солдаты украинской армии. Редактор субтитров А.Семкин